Господи, Господь наш, я точу на имя Твое по всей земли, я повзяться в великолепие Твое, приливы и решенье без. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня 13 октября, воскресенье. И в этот день Церковь за богослужением предлагает к нашему внимательному рассмотрению и для нашего назидания отрывок из Второго Послания апостола Павла Коринфянам. Глава шестая, стихи с шестнадцатого до конца главы, и глава седьмая, первый стих. Вот как звучит этот отрывок в русском синодальном переводе. Какая совместность Храма Божия с идолами? «Ибо вы храм Бога Живага, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. И потому выйдите из среды их, и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому. И я приму вас, и буду вам отцом, и вы будете моими сынами и черями, говорит Господь Вседержитель. Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверной плоти и духа, совершая святыню в страхе Божием». Дорогие братья и сестры, сегодня Церковь предлагает нам послание апостола Павла Коринфина. Это его второе послание. И сегодня, сегодняшний отрывок, который мы с вами прочитали, затрагивает конец шестой, начало седьмой главы. И здесь, прежде всего, мы должны сказать о том, что значило этот текст для самих Коринфин тогда. Мы уже с вами много раз говорили о том, и будет правильно повторить это еще раз, что Коринфини – это жители греческого города, который был мультикультурным, и эта мультикультурность лежала в плоскости языческого мира и языческой культуры, языческой религии. И, естественно, языческая культура и греческая культура – это, естественно, философия. Это, естественно, различные течения философские – стоики, эпикурейцы, софисты и так далее. И вот апостол Павел приходит в Коринф, организовывает эту общину, проповедует, и, естественно, над Коринфинами еще давлеет опыт предыдущей жизни. Им предстоит покаяться, то есть изменить свою жизнь. Они это сделали. Но в этом изменении нужно устоять, нужно удержаться в нем. Как начав что-то делать, как, например, бегать по понедельникам, через неделю ты устаешь и бросаешь это дело. Но необходимо держаться строго намеченного плана, этого пути, и только тогда ты достигнешь успеха, когда ты волевым решением будешь идти дальше по намеченному пути. И вот христиане услышали о Христе. Они поняли, что они оправдываются верой в Иисуса Христа и становятся участниками Небесного Царства через таинство Церкви, через крещение, миропомазание. Ну, тогда еще было руковозложение, рукоположение апостольское. Они принимали Дух Святой и жили во Христе через таинство Святой Евхаристии, через таинство Святого Причастия. Они исцелялись от болезни через таинство или освящение и так далее. Они вступали в брак, они становились священнослужителями. И на этом пути им нужно было утвердиться. Но вокруг них бушует языческое море. И старые привычки, старые страсти, похоти, они могут взять вверх. И апостол Павел говорит им о том, чтобы они твердо держались того намеченного плана, того пути. Они помнили о том, что именно вера во Христа освобождает их. Но вера подразумевает и доверие, и следование за объектом своей веры. То есть следование за Христом, исполнение Его заповедей. Жизнь в Его законе, законе любви. Но в этом нужно еще устоять. То есть то единократное, конкретное и сильное покаяние, которое возникло в них, его нужно сохранить и в нем нужно научиться жить. Потому что покаяние – это изменение прежде всего, это перемена жизни. Я увидел, в каком непотребстве я нахожусь, и я больше не хочу туда возвращаться, но порой меня туда тянет. Как говорит апостол Петр в одном из своих соборных посланий, мы как псы возвращаемся на собственную блювотину. И вот апостол Павел говорит, что какая совместность Храма Божия с идолами. Дело в том, что, естественно, языческий мир – это мир полный идолов, различных башков. И был большой соблазн потонуть в этом море, смешаться. И был соблазн такого синкретизма, смешивания различных культов, которые в своей сути друг друга абсолютно противоречат. Не говоря уже о том, что языческий мир, он абсолютно противоречит любой истине, даже логике. Логике, формальной логике, потому что языческий мир, он отличается тем, что языческая религия тогдашняя, первого века, она отличалась отсутствием как таковой теологии, богословия. Был культ, но не было осмысления, рефлексии над этим культом. И вот апостол Павел призывает их не возвращаться обратно к этим идолам, не возвращаться обратно к этим культам. Он ссылается и на книги пророков, на пророка Исаии, на пророка Иеремию, хотя мы не видим здесь прямой ссылки, гиперссылки в тексте, но это прямые цитаты из ветхозаветных книг, быть может, отчасти только видоизмененные в каких-то словах. И он говорит о том, что «выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я прийму вас». Апостол Павел призывает сохранить свою внутреннюю идентичность, чтобы понять, что такое христианство, и когда мы это поймем, мы уже не захотим возвращаться никаким идолам, и для нас будет только один Бог, это Господь наш Иисус Христос, через которого раскрывается нам истинный Бог Святая Троица. В седьмой главе апостол Павел говорит о том, что «и так возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверной плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем». Что такое святость в библейском понимании? Святость – это, прежде всего, отделенность. Мы это читаем и в Ветхом Завете, возьмем, будь то еврейский текст или греческий текст, в еврейском святое – это кодеш, значит, отделенный, выделенный из среды профанных, обыкновенных вещей и посвященный Богу. Таким образом, мы не можем уже использовать эту простую вещь в своем обиходе, в своем быту. И не потому, что она имеет какие-то магические свойства, а потому что мы посвятили ее Богу, она принадлежит теперь Богу. И, скажем так, использование ее обратно в своем профанном значении значило бы попрать это наше обетование, наше служение Богу. То есть, противоречит самому себе, противоречит собственным действиям. И вот апостол Павел призывает коринфян стать вот такими святыми, тоже выделить себя из среды своей прежней жизни, изменить свою прежнюю жизнь и не возвращаться к этой прежней жизни, иначе будет попираться их вера, их призвание. И таким образом они будут отступниками, они будут возвращаться. И не потому страшны эти идолы, что они что-то значат. Мы знаем, что не существует иных богов, никакой идол не может повредить нам, но это будет попирание того, той святости, которую обладает каждый христианин, когда он посвящает себя Богу, свою жизнь Богу. А именно во Христе Иисусе каждый человек крещеный посвятил себя Богу и уже принадлежит Ему. Это важно помнить, дорогие братья и сестры. Итак, будем молиться и помнить о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу. А когда читаем Священное Писание, Бог с Его стороны сообращается к нам. Всем радости о воскресшем Господе! И до новых встреч! Господи, Господь наш,